Эдуард Брумер Дорогие радиослушатели, на этой, нет, не на этой неделе, на прошлой неделе Доней Трамп сделал очередное заявление, которое расколыхнуло не только нашу страну, но и весь мир по поводу, значит, стран, так называемых. С интересным названием, скажем так. Да, да, с интересным названием. Я бы хотел сегодня порассуждать по поводу того, стоит ли действительно Америке принимать иммигрантов из этих стран, или может все-таки нужно сделать систему, при которой в нашу страну въезжали бы люди образованные, люди с хорошим образованием, с хорошей профессией, чтобы это как-то лимитировалось, но при этом, чтобы страна не теряла своего статуса иммигрантской страны. Поэтому я лично, я выскажу свое мнение, я считаю, что нам, нашей стране, нужно давно перейти на систему, которой пользуется Австралия, которая, у них есть иммиграционная политика, но они ее делают так, чтобы в страну въезжали именно хорошие специалисты, с хорошим обучением, с хорошим образованием, и чтобы они как раз додавали эффективность своей работы, эффективность экономики этой страны. Поэтому я считаю, что наша страна в какой-то степени должна придерживаться вот этой системы, потому что кормить людей, которые приезжают и сразу же садятся на плечи налогоплательщиков, это не совсем правильно, потому что деньги должны все-таки работать на экономику, а не отдаваться просто так. При всем при этом найдутся люди, они уже нашлись, которые говорят о, значит, мы должны внимательно относиться к этим людям, они там беженцы, они еще, мы и сами, значит, нас тоже приняла страна, так как мы бежали из Советского Союза, и мы тоже не знали английский, и многие из нас, приехав в эту страну, тоже не имели определенной профессии, или даже какого-то хорошего образования, и вот по этому поводу я хотел бы ответить, что, да, нас приняла Америка, за что я этой стране очень благодарен, но вместе с тем мы практически всех, всех, кого я знаю, пошли учиться, начали приобретать профессии и стали работать на эту страну. При всем при этом мы этой стране, большинство из нас, есть люди, которые остаются при своем мнении и считают, что эта страна им что-то должна, я считаю, что мы этой стране очень благодарны за то, что они нас приняли, и мы работаем, мы воспитываем наших детей, мы хотим, чтобы наша страна, я уже сейчас говорю, наша страна развивалась, потому что для меня на сегодняшний день Америка является самой лучшей страной в мире, при всем при этом я с уважением отношусь к своей родине Белоруссии, с которой я сам приехал, и мне бы хотелось, чтобы там, конечно, ситуация тоже немножко поменялась, в лучшую сторону, в плане демократических преобразований, но так как я живу уже очень много лет в Америке, я считаю, что я очень рад этому обстоятельству, потому что эта страна дала мне практически все, что она могла дать, и вместе с тем, вместе с тем я стараюсь быть ей благодарен, поэтому мне интересно ваше мнение, стоит ли, еще раз хочу напомнить, стоит ли в эту страну, в нашу страну впускать людей из третьего мира, и потом оплачивать их, значит, жизнь в нашей стране. Телефон прямой, эфир 847-400-5200-400-5200. Ну что ж, дорогие друзья, действительно вопрос очень серьезный, вопрос нашего будущего, и в какой-то степени это вопрос нашей морали, нашего прошлого, здесь все как бы сочетается, потому что действительно многие из нас приехали сюда именно в поисках убежища, многие не имели образования, или какое там богатство в Советском Союзе, да смешно даже. Но тем не менее, что же делать сейчас, потому что сейчас американская ситуация отличается от той ситуации, которая здесь была 20, 30, 40 лет тому назад, все другое. Вот, Эдуард, у нас есть первый звонок, давай попробуем принять его. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете, я считаю, что даже не так важно, что когда мы спускаем этих людей, не мы, а наше правительство, то деньги это только деньги. Деньги Америка умеет зарабатывать. Медицина вылечит. Но это еще огромная преступность, это еще большая безграмотность, это невоспитанность, а все это вместе, это чтобы эти люди пришли в порядок, мне кажется, что это должно вырасти несколько поколений этих людей. Так что я с вами согласен, это должно быть останавливано. И с Трампом согласен. Спасибо. Спасибо вам. Я хочу просто добавить по поводу денег. Я просто считаю, что деньги, которые выделяются на вот эти программы помощи, могли бы расходоваться более эффективно, если бы они пошли, определенное количество денег, на обучение, будем так говорить, на поддержку обучения наших детей или других, любых американцев, потому что ситуация в образовании, с оплатой образования довольно серьезная. Поэтому, знаете, как говорят, лишних денег не бывает. Поэтому, если есть возможность эти деньги направить в какие-то, мы будем так говорить, даже в другие ресурсы, да, связанные с экономикой США, по модернизации, допустим, там, дорог, еще чего-то, для меня образование на сегодняшний день было бы очень и очень важно, чтобы стало более доступным, то это тоже очень важно. Причем в области образования, Эдуард, не только нужно сохранить его доступность, обеспечить, может быть, большую доступность для будущих поколений, но нужно сохранить еще людей, тех специалистов, профессоров и академиков, которые сейчас уходят из университетов и колледжов, потому что учебные заведения не в состоянии им выплачивать их зарплаты, потому что бюджет сокращается. Об этом, кстати сказать, частенько говорят на заседаниях Республиканской партии, куда я время-то время не хожу, и там есть очень и очень печальная информация статистическая, что мы теряем сейчас высшее образование. Это слова не мои, это слова людей, которые занимают ключевые посты в Республиканской партии нашего штата. К сожалению, люди, имеющие действительно серьезные образования, а именно это профессура, это академики, которым по закону, ну не по закону, а по вот этой сетке полагается, по статусу выплачивать определенную зарплату, достаточно высокую. Вот эти люди уже не в состоянии работать в университетах и в колледжах, потому что вот эти учебные заведения их сокращают. Да, это отдельный как бы разговор, и мы сделаем специальную передачу, посвященную этому. Тут есть вопросы, которые стоит обсудить. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, я не знаю, как меня слышно, я в машине. Очень хорошо вас слышно. Да, вы знаете, это не называется помощь, это называется содержание из поколения в поколение. Поэтому, я так думаю, что действительно есть резон вот эту лавину как-то остановить, потому что работать они не будут никогда, а содержать мы и так и без них имеем без кого. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Я полностью с вами согласен. И считаю, что Америка должна прийти к той системе, которая вот существует, ну, в частности, в Австралии, при которой, я просто хочу напомнить, при которой иммигранты могут приехать в эту страну, люди могут приехать в эту страну, только согласно тому, какой статус профессии, ту профессию или то образование, которое они имеют. Эдуард у нас, ах, не дождался радиослушатель. Дорогие друзья, 847-400-5200-400-5200, это телефон нашего прямого эфира. Пожалуйста, звоните, спорьте, доказывайте свое мнение. Мы всегда рады вашим звонкам, только, пожалуйста, будьте аргументированы. Меньше эмоций, больше аргументов. Вот у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Спасибо, Эдуард. Озвучусь, что конкретно сказал Трамп. Что конкретно сказал Трамп? Трамп сказал... Да-да-да. Да, Трамп сказал о том, что в Америку приезжают люди из... Дима, меня может поправят сейчас. Из грязных... Сейчас, секунду. Грязных дыр. Дыр, да. Вот можно перевести на русский язык. Грязных дыр. Точного перевода на русский язык этого слова не существует. Это такой американский сленг. Сленг. Мы можем только приблизительно перевести, как грязные дыры, какие-то там провинциальные. Будем так говорить, культурно выражаясь, и стран с очень низкой культурой, и стран с очень, будем так говорить, практически отсутствующей экономикой. Да, вот есть в русском языке такое слово Мухосранск. Может быть, оно подойдет. Да. Но это опять-таки приблизительно переводится. Хорошо, вы... Хочу сказать, извините. Значит, слова Трампа полностью искажены. Да, он потом давал опровержение. Синатором Дорбином. Трамп ничего и близко этого не говорил. О чем мы глубоко сожалеем? Мы... Дим, я извиняюсь, что теперь перебью. Вопрос сейчас стоит о том, что все, что Трамп говорит... Я понимаю, о чем вы говорите. Все, что Трамп говорит, это может перекручиваться. Но смысл того, что Трамп говорит, в этом есть зерно определенное. То, что он говорит об этих странах. Мы должны об этом задуматься. В нашу страну каждый год въезжает огромное количество людей, которые садятся на, вот как сказала наша радиоуслужина, на содержание государства. Они не работают, они не идут учиться. Они сидят на содержание. И деньги уходят в пыль. Вот о чем идет речь. Да, но я с вами целиком полностью согласен. Тем более, что теракты тоже идут от них. Это да, это да. Само собой. Я даже этой темы не касаюсь. Я просто сейчас касаюсь совсем... То, что теракты, это вообще отдельная история. А вот то, что касается того, что мы оплачиваем и жизнь этих людей, причем, что мы работаем с утра до вечера, почему мы должны, работающие люди, оплачивать жизнь этих людей? Потому что у нас есть где-то внутри совесть, потому что мы сами эмигранты. Я считаю, что это не очень правильно. Да, но на счет этого ответ на ваш вопрос имеет Обама. Ну, вы знаете мое, если вы слушали передачу, вы знаете мое отношение к господину Обаме. Я считаю, что это большая трагедия для Америки. Восемь лет его правления. Ну, что было, то было, уже никуда не денег. Что было, то было, да. Это как бы хороший опыт для нашей страны. Я просто готов спорить с любым, кто будет его защищать. Обычно мне на Фейсбуке, когда я говорю про что-то про Обам, мне идут оскорбления. Вот это я не приемлю. Можно аргументированно спорить. Но я считаю, что человек, который ничего, ничего, понимаете, это первое, если уже мы немножко отвлеклись от темы, но человек, который не успев ничего в жизни сделать, не успев пройти какой-то путь, политика, который имеет опыт, становится президентом страны. И на протяжении восьми лет он ничего не делает. Но при этом имеет статус такого выдающегося президента. Это какой-то нонсенс. Лично для меня. Я согласен, сто процентов. Я вот имею, я знаком с одним профессором университета, как вы знаете, она Олега Еленина. Ну, видите, страна меняется. Я разговаривал с людьми, которые приехали в начале 70-х годов. Они говорят, что это две абсолютно разные страны. То, что было 70-е годы, и сейчас это абсолютно две разных Америки, которые даже близко сравнивать нельзя. Спасибо вам за ваш звонок. Эдуард, у нас следующий радиослушатель дожидается на линии. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Добрый день. Во-первых, у меня вопрос. Каких академиков вы имеете в виду? Академиков в смысле? Вы имеете в виду то, что Дима говорил по поводу обучения и профессоров колледжей? Или что? Вы знаете, имен у меня нет. Это была статистика. В статистике имена, как вы понимаете, не упоминаются. Если вам это так необходимо, я постараюсь найти эту информацию в будущем. Я просто хочу вам сказать, что в Америке нет академиков. Ну, я имел в виду людей, которые занимаются и серьезные посты в университетах и колледжах. Которые и посты эти сопоставимы с тем, что называется в России академиком. Окей? Я поправился. Теперь такой вопрос. Что? Вот вы говорите о том, чтобы была эта система, как в Канаде. Я полностью за такую систему. Но вы подумайте тогда о другом. Вот ваши дети или те, которые приехали с хорошим образованием, они имеют тут работу. Правильно? Хорошую работу. Ну да. А теперь я вам приведу пример. Была такая компания, Хьюитт, иншуранс компания. Очень процветающая. И кончилось с чем? Что сначала приехали образованные индусы, А потом поехали эти же ребята, которые хорошо устроились здесь, но не индусы, американцы. Поехали обучать индусов в Индию. И было переведено все это производство в Индию. Вот с этой системой приедут сюда индусы и китайцы, и ваши дети, и люди, которые молодого возраста, и которые имеют хорошее образование, и которые работали на этих детях, их уберут, потому что можно платить индусам и китайцам дешевле. Вот подумайте об этом. Спасибо. Я вам отвечу. Это довольно хорошее, интересное рассуждение. Я не против. Во-первых, капитализм это всегда конкуренция. Вы ничего не можете с этим поделать. Конкуренция заставляет людей придумывать, выдумывать, работать намного лучше, чем они работают. Поэтому я не против того, чтобы сюда приезжали образованные индусы, образованные китайцы, образованные австралийцы и все, кто имеет хорошее образование. Это будет давать толчок экономике, безусловно. Если наши молодые ребята решат поехать в Китай по приглашению, допустим, компаний, это тоже неплохо. Это как раз-то очень глобальная экономика, и это не вредит нашей стране. Единственное, против чего я выступаю, против того, что вы сказали, когда из страны компании переводятся в другие страны. Вот в этом плане нужно законодательно ввести какие-то поправки, в плане того, чтобы компании не уезжали из страны. Вот здесь нужны законы, определенные законы, которые будут регулировать эту ситуацию. А то, что сюда приезжают образованные люди, они дают определенный толчок экономике. Давайте вспомним начало 20 века, из чего создавался Голливуд и кто его создавал. Откуда приехали эти люди, первые большие режиссеры и первые большие продюсеры и создатели, откуда они приехали. Да, они, вот в чем могу признаться, да, они не имели на тот момент какого-то большого образования. Ну, это уже как бы отдельная тема. Но их энергетика, их определенная энергетика, мир сейчас изменился абсолютно, дала определенный вот этот мощнейший, я считаю, мощнейший толчок. Потому что без этих людей не было бы ни Голливуда, ни Лас-Вегаса, ни интересных книг, которые они начали здесь писать. Неестественно, что очень важно, ученых, Дэвид Сарнов, создатель телевидения американского, ничего этого бы не было. Поэтому, если эти люди приезжают, а наши дети при всем при этом имеют мозги хорошие, пускай соревнуются, пускай они доказывают, что они лучше, почему нет? Это все на благо. Здесь очень большой ряд, там Сикорский, Зворыгин, этот ряд можно перечислять до бесконечности. Да, я не вижу в этом ничего плохого, конкуренция это всегда на пользу. Советский Союз и погиб в экономическом плане только потому, что там не существовала вот эта конкуренция, потому что сама система не предполагала этого. У нас есть следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте, в эфире. Добрый день. Добрый день. Вас беспокоит ваш слушатель из Сан-Диего. О, какой красивый город. Мы вас постоянно слушаем. Я хотел бы больше сказать. Вот когда мы приехали в Америку в 89-м году, мы там прошли, конечно, эти все процедуры, и у нас получилось так, что перед, ну там был, знаете, момент, когда много очень сидело обширников, 14 тысяч. Да, да. И я решил подать документы в Канаду. И вот мне Канада прислала запрос. Им нужно было ответить на такие важные вопросы. Первый вопрос – возраст. Второй вопрос – образование. И третий вопрос – профессия. Более того, к этому еще предлагалась информация, что мы на первый год должны обеспечивать тех, кто не может работать. Ну, у нас был пожилой человек, допустим. Мы должны были брать на себя. Я считаю, что это очень предельные и очень разумные решения. И таким образом они выбирают людей, которые им действительно нужны. У нас не хватило несколько буквально правов, чтобы мы не прошли. Все проходило по возрасту, мы не прошли. Ну, видите, вы приехали в Америку. Это все правильно было сделано. Но я с вами полностью согласен. Вы приехали в замечательную страну Америку, и в замечательном городе Сан-Диего живете. Красивый город. Вот, но я с вами полностью согласен. Понимаете, Америка слишком распахнула двери. Знаете, это как такой большой поток, который смывает на своем ходу все. Поэтому я считаю, что должны быть ограничения в этом плане. Никто не закрывает дверь. Я против того, чтобы двери закрывались, ворота закрывались, что угодно закрывалось. Я против этого. Но я считаю, что нужно это дело регламентировать. Потому что невозможно принимать всех и всех кормить. Мы живем, давайте, многие просто, как говорится, улетают в небеса. А я считаю, что нужно жить в реальном мире. Не потому что я не хочу, чтобы сюда кто-то приезжал. Я просто хочу, чтобы сюда приезжали интеллигентные, образованные, начитанные, много можно эпитетов назвать. И желающие, самое главное, желающие работать люди. Вот это самое главное. Наверное, нам надо уйти на рекламную паузу. Да, у нас есть звонки, все линии горят. Но, дорогие друзья, давайте мы... Мы уйдем и вернемся. Уйдем и вернемся. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова www.radionvc.com Интернет-адрес Мира Информации Заменяют газетные издания, модные журналы и телепрограммы. Комментируйте, задавайте вопросы на сайте www.radionvc.com Дорогие друзья, мы продолжаем политинформанию с Эдуардом Брумером. И мы сегодня говорим об эмиграции, о том, кто может приезжать в нашу страну, кто не может, кто здесь желанен, а кто здесь не очень желанен. Итак, конечно же, передача Эдуард Брумер. Эдуард всегда с удовольствием принимает ваши звонки. Единственное, огромная, большая просьба ко всем звонящим. Пожалуйста, аргументированно, кратко высказывайте свое мнение, не растекаясь мыслью по древу, меньше эмоций, больше фактов. Ну и желательно, конечно, чтобы вы еще и представлялись. Итак, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я еще один вопрос задам. Да, пожалуйста. Если можно. Да, конечно. Вот вы говорите о том, что различия между тем, какая была страна в 89-м году и какая страна сейчас. Да, это изменилось. Но насчет эмиграции. Подумайте сами. Вот большинство тех, которые приехали в 89-м, после 89-го года, давайте прикинем, семья из четырех человек. Двое из них сразу садились на вэлфейр. И до сих пор сидят. И никогда не заработали, не выплатили даже и дайма в своих тексах. И сидят, и очень, в общем-то, нормально живут. То есть, почему им это можно, а людям, которые приезжают сейчас, это нельзя. Другое, насчет того, что вот вы мусульмане, вы зайдите на любую гэст-стейшн. И посмотрите, кто владеет этими гэст-стейшнами и кто работает на этих гэст-стейшн. В основном мусульмане. Я услышал вас. Спасибо. Я постараюсь вам как можно кратко ответить, потому что у нас очень много звонков. То, что касается нашей эмиграции. Действительно, многие семьи приезжали и люди садились на вэлфер. Но давайте мы подумаем о том, во-первых, кто приезжал и кто садился на вэлфер. И какое количество людей садилось на вэлфер. Молодежь, как правило, шла учиться, получать образование и сразу работать. На вэлфере находились, будем так говорить, глубокие старики, которые не в состоянии были работать. Либо люди, которым уже было, допустим, там за 50, но которым нужно было время на адаптацию. Да, многие из тех, кто, как говорится, тогда сели на вэлфер, подрабатывали где-то. И, значит, или шли работать сразу. Кто-то на такси, кто-то шел открывать свой бизнес. Таких людей очень много. Я говорю о том, что когда в нашу страну приезжают люди 20-30 лет и успешно садятся на тот же вэлфер, и даже не стремятся выучить язык, даже не стремятся адаптироваться в нашей стране, и считают, что так и должно быть, я выступаю вот против этого. А не против тех, кто уже по возрасту, просто по возрасту не в состоянии работать. Хотя и здесь, будем так говорить, это уже дело личной семьи. А то, что я знаю огромное количество людей, огромное количество людей, которые приехали после 50, потому что менять свою жизнь после 50 не так-то просто. Которые открыли бизнеса, которые пошли работать, не в зависимости от того, и не сидели, и не просили, как говорится, милостыню государства. А вот молодежь, и даже те, кто родились здесь, и при том знании английского языка, многие с детства сидят на вэлфере и даже не пытаются идти работать. То, что касается, быстро отвечу по поводу мусульман, которые, значит, на гэстэшинах. Не на всех гэстэшинах сидят мусульмане. Мы про мусульман сегодня вообще-то не особо говорим. Мы говорим как бы в общем об эмиграции. Сидят индусы, количество индусов, владеющих этими бизнесами, огромное количество. Таких хорошо, я что, против этого выступаю? Я не выступаю против этого. Хорошо, они платят налоги, они работают. Я не против этого. Главное, чтобы теракты не совершали. А так, пожалуйста. Ну да, я как раз хотел добавить, что именно индусы очень часто встречаются на наших бензоколонках, и это получается их как бы национальный бизнес внутри Соединенных Штатов. Ради бога. Да, в этом ничего особенного плохого нет. Единственное, что я, конечно, не поддерживаю клановости в бизнесе и клановости в политике. Мне это не нравится. Но, тем не менее, я думаю, что если вы захотите открыть свою бензоколонку, бендусы к вам с пистолетом не придут. Во всяком случае, я на это надеюсь. Если придут, то, соответственно, есть государство, которое вас будет защищать. Ну что ж, Эдуард, дорогие друзья, давайте продолжим. 847-400-5200-400-5200. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Спорьте, спрашивайте, доказывайте свое мнение, желательно аргументированно и кратко. Ну что ж, Эдуард, я, кстати, хочу сказать еще раз, поблагодарить радиослушателя, который немножко подкорректировал то, что я говорил. Действительно, собственно говоря, академиков с таким именем, с таким названием. Обозначением. Обозначением, да. Таких людей в США нет, но, тем не менее. С такой ученой степенью. С такой ученой степенью нет, да. Есть профессора, есть профессора. И есть люди, ранг которых в этой иерархии соответствует тому рангу, который в российской системе называется академик. Я думаю, что теперь вопрос исчерпан. Но суть того, что я сказал, это не меняет. Что касается Трампа. Действительно, наш президент иногда высказывается довольно жестко. Может быть, даже довольно неправильно. Но что мне нравится, мне нравится суть его высказываний. Он не является большим, знаете, литератором или человеком художественного слова. Вот как, допустим, был там господин Обама, который хорошо читал по монитору. Замечательно просто читал по монитору. Но делал совсем вещи, которые, ну извините, то есть вообще ничего не делал. Да, мастерным словом он несовмоненно был. Во всяком случае, его спичрайтеры, они хорошо исполняли свою работу. Давай, примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я еще раз, это Сан-Диего. Я хотел добавить то, что вы не говорите сейчас в этой передаче. Самое главное, во что упираются демократы, это не потому, что они заботятся об этих несчастных иммигрантах. Они заботятся о голосах. Только это их волнует. И об этом надо вслух всем говорить. Они не беспокоятся о людях, которые несчастные, бедные и все такое прочее. Им нужны голоса. Вот это нужно им объяснить, что нужно это делать по-людски, а не так, ради своего кармана. Вот это все, что я хочу добавить. Зеленок, здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. 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 Эдуард, Столик. Да, да. Знаете, я, ну, Эдуард знает просто породу моей деятельности. У меня в свое время был бизнес прямо в сердце самой русской эмиграции на улице Диван. И причем это был бизнес с 93-го года. И очень многое, большая эмиграция, часть эмиграции, приехавшая в 88-м-девятом году. Прошла, ну, так получилось через мой бизнес. Так вот, меня ужасно, ужасно обижает и раздражает те люди, которые обвиняют нашу эмиграцию в том, что мы сели на вэлфер, что мы не работали, что мы платили налоги. Вот этому человеку, который такое мог даже подумать, сказать, я бы хотел сказать такую вещь. Те люди, которые приехали сюда в 88-м-девятом году, это были люди, которые прожили практически 8-9 лет, либо в отказе, потому что не успели выехать до 80-го года, либо это люди, которые в принципе просто не могли там оставаться. Они приехали сюда, они настолько были растеряны и настолько были потеряны, потому что не было возможности узнать, что происходит, куда происходит. Язык учили немецкий, ехали в Америку. Язык учили французский в школе, ехали в Америку. Приезжали в Америку с профессиями, которая здесь очень часто была абсолютно не востребована. И поэтому даже подумать о том, что наша эмиграция садилась на вэлфер, потому что не хотела работать или по какой-то другой такой непонятной причине, это абсолютнейшая глупость. Наши ребята, не имея языка, вообще садились в такси, чтобы хоть как-то прокормить свою семью, жена и двое детей. Мой тесть покойный работал на трех работах для того, чтобы прокормить свою семью, жена и двое детей. Никто, которые могли работать, не собирались сидеть на вэлфере, и не собирались свешивать ноги с шеи какого-нибудь господина в Америке. Все работали те, которые могли. А те пожилые люди, это наши в то время бабушки, потому что наши родители все шли работать. А вот наши бабушки, да, они приезжали сюда, потому что они достаточно отработали там и здесь. Здесь они, я понимаю, что здесь они не отработали, не платили налоги, но они заслужили немножко отдохнуть и немножко получить удовольствие в своей долгой жизни, которую они не получили там. Поэтому молодой человек, я не знаю, сколько вам лет, вы меня, конечно, извините, но такую глупость, как вы спороли, вы даже, по-моему, не подумали о том, что вы сказали. Я за нашу эмиграцию, которая принесла сюда мозги, которая привезла сюда какие-то вложения, какие-то жизненный опыт, которые открыли такое количество бизнесов. Откройте газету реклама, допустим, ну, я извиняюсь за бесплатную рекламу газете, но правда, откройте эту так называемую библию бизнесов и посмотрите количество бизнесов, которые открыты в Чикаго. И если вы знаете хотя бы одного бизнеса, человека, который рекламируется в этой газете или у нас на радио, то вы будете знать, что это человек, который ни одного дня не сидел на Велфере, приехал сюда, пахал и за свои кровные деньги открыл эти бизнесы. Поэтому стыдно, очень стыдно должно быть людям, которые с таким неуважением относятся к нашей эмиграции, которые относятся к нашим соотечественникам. Столь, Столь, спасибо большое. Спасибо. Я извиняюсь, что я тебя прерываю, просто у нас звонки есть, которые мы должны еще принять, поэтому я очень-очень-очень извиняюсь. Единственное, что я хочу добавить от себя по поводу того, что вот Анатолий говорил, у нас действительно огромное количество тех, кто приехали сюда, стали врачами или, как говорится, подтвердили свою специальность. Я уже молчу про строительный бизнес, который является конкурентом на строительном рынке в США. То есть говорить о том, что наша эмиграция, это вообще даже отдельная тема, и мы об этом будем говорить. Могу от себя просто сказать, мой тесть гениальный инженер, поверьте, я не сочиняю, он абсолютно гениальный инженер, интересный человек, который, приехав сюда в 42 года, привезя с собой двух маленьких детей, сумел подняться на очень-очень высокий уровень, благодаря тому, что с утра до вечера сидел, изучал английский язык, просто потому что хотел подтвердить свою специальность. Поэтому тут совсем другое. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло? Да, да, пожалуйста. Здравствуйте. Приглушите звук вашего радиоприемника, пожалуйста. Окей. Ну, во-первых, это человек, который обливает грязью тут эмиграцию 89-го года, он обамовец. Поэтому он все время в одном и том же направлении говорит. Во-вторых, значит, у Обамы, его теща была в белом доме, жила в белом доме вместе с Обамой и воспитывала, так сказать, детей Обамы. Она получила пенсию что-то под 100 тысяч. Так вот, этот человек, пускай бы подумал об этом. А наша эмиграция, вот, 89-х, начало 90-х, в основном пошла работать. И действительно, я в частности потеряла свою специальность, потому что здесь эта специальность была невостребована, мне надо было ехать либо на Аляску, либо в Техас с этой специальностью и так далее. Прошла, бог знает что здесь, проработала и получила, так сказать, уже сейчас заслуженную пенсию. И большинство именно так поступали. Да, некоторые делали себе десабилки. Позор, ну что говорить. Но таких было мало. Сегодняшняя эмиграция, это совершенно другая эмиграция. Это эмиграция, которую завозил Обама и демократическая партия специально для того, чтобы получить голоса выборщиков. И за цит. И эту тему, вообще-то говоря, порядочные люди больше уже не должны поднимать. Потому что это полная ложь уравновешивать ту эмиграцию и то, что приезжает сейчас из Африки, из Южной Америки, безграмотные, которые не желают работать, потому что им дают возможность это делать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Я просто хочу добавить и сказать еще одну очень важную вещь. Я хочу, вот то, что Анатолий говорил, я хочу поблагодарить и почтить память тех дедушек и бабушек, которые в свое время дали возможность нам или нашим родителям выучиться, получить специальность, потому что они сидели с нашими детьми, со своими внуками. Потому что если бы не было этого, многим было бы очень и очень тяжело. Но эти люди дали такую возможность, поэтому огромная благодарность им и светлая память тем, кого уже, к сожалению, с нами нет. У нас еще и звонок. Здравствуйте, Офир. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот с этой, будем говорить, то, что потерянную работу ведь каждый может найти. Я тоже приехала сюда очень давно и нашла с первых дней работы, работала, платила с первых дней налоги. У меня знакомые моего возраста работали, зарабатывали больше меня, допустим. Ну пусть, дай бог, не платили налоги ни одного дня. А сейчас они сидят на этих пособиях и еще работают, зарабатывают еще больше, сколько зарабатывали. И обман это государство. Я считаю, это неправильно. Каждый должен заработать себе пенсию, а потом уже говорить, что я работаю. Как это так? Можно не работать ни одного дня и зарабатывать. И они имеют хорошую пенсию. Не пенсию, а помощь. Больше, чем я. Платят за прекрасное жилье, где-то видно, 18 долларов в месяц. И вы хотите сказать, что это демократия и о таких людях я вообще не хочу не говорить. И сегодня они работают. А я работаю и дальше плачу на луке. Спасибо. А пенсия заработала мизерную, ничего. Спасибо. Спасибо за ваше... за передачу. Благодарю вас. Спасибо за ваше мнение. Я с вами согласен. Разные случаются ситуации. То, что вы говорите, то, что вы говорите, это больно и это правильно. Но, как говорится, это надо... Я как-нибудь подготовлю отдельную передачу, именно касающуюся нашей эмиграции, нашей комьюнити. И мы тогда более подробно об этом поговорим. Мы принимаем звонок, Дим? Да. Здравствуйте, в эфире. Вы рекомендуйте, пожалуйста, звук вашего радиоприемника и мы можем побеседовать. Да. Я принесла немножко раньше, в 50-х годах. Все, что люди говорят, это, знаете, по поводу, что варятся в кастрюле. Давайте посмотрим уже на детей эмигрантов. Уже дети работают. Русских эмигрантов, советских, российских, называйте как хотите. И те же самые эмигранты, террористы, которые были в Калифорнии, во Флориде. Это поколение, которых молодых людей. Можете назвать? Нет, не вы, конечно, не вы. А вот те, которые обвиняют советскую, русскую эмиграцию, кто-нибудь из них может назвать хоть одного советского, русского террориста? Ни одного. Братят царнами, это уже не Россия вышла, а это мусульмане. Ну да. Все наши работают и приносят этой стране очень-очень много всего. И говорить действительно о бабусках это нелепо и смешно. Я согласен с вами. Единственное, что хочу сказать, я над этой темой задумался, когда произошел теракт на бостонском марафоне, потому что людей, которых страна пригрела, дала им возможность жить в этой стране, два чеченских этих парня совершают ну просто на эти невидимы теракт. То есть теракт, который это все равно, что пригласить жить в свой дом, а после этого тебя там значит убивают. Вот после этого я стал задумываться, стоит ли вообще в страну пускать таких людей. У нас есть еще один звонок, Эдуард. Здравствуйте, вы в эфире. Ну здравствуйте. Здравствуйте. Когда сейчас происходит демонстрация в наших чеках и в других городах нелегалов, которые, или допустим те, которые пустились все временно, хотят жить постоянно, найдите хоть одно там русского или украинского или другого СССР. Никто, даже люди нелегалы, они все работают и они стараются как-то легализоваться, потом может работать или переехать в Канаду, как у меня друзья получили поинты и поехали в Канаду, вот и все. А эти, хотя, в принципе, будем так сказать, даром все, вот, даром ничего не хотят не работать, ничего, чтобы им Канаду расслабило, чтобы временный статус был до постоянной, хотя, я не могу понять, если тебе дают временно, то там находятся как-то вверх, и все находятся в стороне. Почему они должны находиться постоянно? Знаете, все, все абсолютно перекручивается, и они хотят, чтобы это было законно. Вы знаете, вот, спасибо за ваш вопрос, за ваше рассуждение, вот это вот, людей, вот это состояние, жить на халяву, и то, что Америка, почему-то, почему-то должна, вот Америка нам должна, Америка страна иммигрантов, Америка нам должна, мы будем, она должна оплачивать нашу жизнь, мы бедные и несчастные. Нет, Америка никому ничего не должна. Америка восприняла, будьте добры, пойти получить образование, пойти работать и платить налоги, для того, чтобы мы все вместе, живущие в этой стране, жили комфортно и хорошо, потому что жизнь дается один раз, а это не то, что я приехал из Сирии, я бедный и несчастный, перенес психологическую травму, и я буду до конца своих дней жить в этой стране, и вы будете оплачивать мое существование с моей жизни. Нет, это очень неправильный путь, поэтому я считаю, что наша иммиграция, при всем, при том, что есть, будем так говорить, определенные минусы, а они есть всегда в любой комьюнити, это всегда работало и создавало, что очень важно. Причем, все волны миграции из территории, будь то русская империя, будь то бывшая Советская Союз, или республика Советского Союза. Если вспоминать, я говорю, что если начинать вспоминать начало 20 века, и потом дальше, даже середина 19-го, даже середина 19-го, просто я имею ввиду, что начало 20-го века, вот это еврейская иммиграция из Российской империи, с Украины, принесла огромнейшие, просто такой толчок экономике дала, вообще науке, науке всему, даже, даже великий французский певец, даже задумайтесь, великий французский певец, Джо Досен, является сыном одесского эмигранта, великий французский шансонье, это тоже очень много, я просто не хочу, мы как-нибудь коснемся еще раз темой эмиграции, ее великих людей, сейчас уже время, время сейчас у нас уже подходит, Иван Турчин, генерал, и к армии северян, который столько сделал для победы, это тема, которая, как бы, не имеет, не имеет, да, она бесконечна, просто вот эта вот созидаемость нашей эмиграции, и то, что Дональд Трамп сейчас, он просто подтверждает то, что мы многие об этом говорим друг с другом, но не хотим говорить об этом вслух, и я очень рад, чтобы, завершая нашу передачу, я очень рад, что, наконец, в нашей стране есть президент, который умеет, как умеет, говорит правду, пускай немножко коряво, пускай может быть не очень тактично, но говорит правду, которую мы должны знать. Спасибо за ваше внимание, и до следующего раза. Дорогие друзья, это была Политинформания с Эдуардом Брумером. Эдуард, до новых встреч, всего доброго, всего самого лучшего, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова